Цепляйся у меня за шею, цепляйся. Вот не всегда, конечно, получается, но вот как-то... Нога плохо спустили. Как-то вот так вот это происходит. О, получилось. Полиция расследует, страховая компания принуждает, а пострадавших призывают объединяться. После выхода репортажа медлить больше нельзя о молодой женщине, борющейся в одиночку за жизнь своей мамы, страдающей онкологическим заболеванием. Похоже, лёд тронулся. Следователи проверяют информацию о передаче врачам денег за лечение, положенное по федеральной квоте бесплатно. Да, абсолютно правильно. После вашего публичного обращения Следственный комитет переслал данный материал к нам. Я его отписал, это Управление по борьбе с экономическим преступлением, потому что там речь идёт о возможном получении денежного возрождения врачебным персоналом. Ну, так вы понимаете, что после этих ваших публичных выступлений, конечно, врачи себя ведут сейчас очень корректно. Там факт злоупотребления в служебном положении нужно задокументировать. Проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий. По словам Василия Павлова, следственные мероприятия займут 3-4 месяца. Однако уже сейчас признаёт, что из-за бездействия врачей севастопольского онкодиспансера состояние здоровья жительницы Севастополя ухудшилось. Да, из-за того, что вовремя была не оказана помощь, у неё состояние здоровья чуть-чуть ухудшилось. Ну, давайте мы с удовольствием, даст Бог, если у нас результаты будут положительные, вернёмся к этому вопросу в конце мая, на начало июня. Резкое ухудшение здоровья пациентки подтверждают документы, переданные в правоохранительные органы. Это заключение врачей Национального медицинского исследовательского центра нейрохирургии имени академика Николая Бурденко и Московского научно-исследовательского онкологического института имени Петра Герцена. Онкобольная несколько недель не получала жизненно важный препарат. Однако реакция правоохранителя и заключение ведущих специалистов-онкологов не заставили севастопольских врачей незамедлительно продолжить лечение, утверждает Наталья Красулина. Прошло около 10 дней с момента выхода репортажа. Моей маме так и не оказывали никакой медицинской помощи. Она лежала дома и резко пошло ухудшение состояния здоровья. Она стала очень плохо себя чувствовать. И мне пришлось сделать ей срочно контрольное МРТ головного мозга, которое показало отрицательную динамику и резкий рост опухоли головного мозга. Наталья Красулина обратилась за помощью в фонд обязательного медицинского страхования. Мне пришлось положить маму в терапевтическое отделение. Мы сделали ей мониторинг артериального давления суточной. Он подтвердил, что мама гипертонической болезнью не страдает. Были приглашены руководства фонда обязательного медицинского страхования, руководства страховой компании. Были приглашены врачи онкологического онкодиспансера. И руководство данных организаций, то есть ФОМСа и страховой компании, просто принудительно заставило врачей онкодиспансера провести маме курс химиотерапии. По словам Натальи Красулиной, лечение её мамы проводилось не оригинальным препаратом, который она до этого получала в течение года, а более дешёвым биоаналогом. После того, как я стала настаивать на получении моей мамы оригинального, была проведена проверка закупок. И мне сказали, что в севастопольской онкологии никогда не было оригинального препарата Авастин, хотя я его сама лично видела, видела, как его вводили моей маме. То есть сейчас прокуратура и следственный комитет занимаются тем, что откуда в онкологии был данный препарат-оригинал, если по официальным закупкам он не проходил. Наталья Красулина предполагает, что, возможно, оригинальный препарат её маме вводили, потому что она платила за это деньги. Мне на чмед онкологии Горста Александра Фёдоровна говорила, что и требовала эти деньги именно за оригинальный препарат Авастин, а не за аналог Бевоцезумаб. Плюс при каждом посещении онкологии, то есть когда я привозила маму на курс к химиотерапии, каждый раз я подходила к лечащему врачу Крутого Вере Владимировне и уточняла, моей маме сегодня вводят оригинал. Да, не беспокойтесь, Наталья Михайловна, оригинал. Наталья Красулина написала заявление в Следственный комитет, Генеральную прокуратуру России, Росздравнадзор, МВД. Женщина добивается, чтобы врачи, причинившие вред здоровью её матери, понесли наказание. Год лечения в столичных клиниках дал хорошие результаты, а теперь она не уверена, что рост опухоли можно будет остановить. 27 марта директор Департамента здравоохранения правительства Севастополя Антон Бахлыков отчитался перед депутатами о состоянии здоровья севастопольцев и об итогах выполнения программ государственных гарантий. Согласно статистике, в Севастополе наблюдается увеличение смертности от злокачественных заболеваний. За год от онкологии умерло свыше тысячи жителей, заявил на заседании парламента Антон Бахлыков. А депутат Законодательного собрания Михаил Чалый задал вопрос об обеспечении жителей Севастополя, страдающих онкологическими и эндокринными заболеваниями, жизненно необходимыми лекарственными препаратами. Для справки, у меня таких на сопровождении людей сейчас 15. Один из них умер. Одному пришлось покупать за свой счёт лекарства, просто потому что Департамент здравоохранения не смог. Михаил Михайлович абсолютно прав, мы вместе с вами и с многими депутатами эти полгода прожили совершенно, правильно сказать, в таком режиме, нездорово. Сейчас мы закупили все те препараты, которые заказаны медицинскими организациями и себе поставили срок 1 июня утрясти вот эти все вопросы с каждым врачом, с каждым главным специалистом, чтобы его рецепт не был для нас сюрпризом. Сейчас Наталья Красулина по-прежнему обивает пороги кабинетов чиновников, покупает дорогостоящие препараты, носит на себе маму, потому что социальное такси не перевозит лежачих больных. А ещё оплачивает МРТ, потому что талончиков нет, а мама должна жить. То есть получается, что когда Ночметонкология получала денежные средства, талоны были, потому что год мне давали талоны именно в это медучреждение, в этот центр МРТ. Теперь талонов не то что нет, а их просто не дают, даже не отвечают на заявление. К изучению материалов дела подключился фонд обязательного медицинского страхования. Они запросили медкарту онкобольной. По словам Натальи Красулиной, из неё исчезли заключения столичных онкологов и искажены данные о введении медпрепаратов. К сожалению, эта история в нашем городе не единичная, заявили Натальи Красулиной в фонде обязательного медицинского страхования. После выхода репортажа в фонд медицинского страхования поступило очень много обращений на подобные случаи, когда севастопольский онкодиспансер не оказывает жизненно необходимую помощь людям. То есть это не единичный случай. Я хотела бы обратиться к жителям Севастополя, что давайте как-то объединяться, и если необходимо, вы можете обратиться ко мне. Мой номер телефона плюс 7978-840-8577. Искать похожие случаи Натальи посоветовал следователь полиции, потому что таким образом будет проще добиться справедливости. Маргарита Пронина, Анатолий Паньков, Дмитрий Лелека, Дмитрий Фомин, Севинформбюро.